Всем привет! С вами Ромашка и это модный маникюр лета 2020! Спасибо за лайк и комментарий! Нам необходимо выполнить технику реверсивного стемпинга. Для этого я использую плиту от Born Pretty и отпечатываю на штамп черный цвет. Использую только лаки, которые сохнут на воздухе. У меня нет разбеленного неонового цвета, поэтому я замешиваю неон плюс белый и заполняю уже высохший отпечаток на штампе. Если кому-то нужны все номера и марки лак, которые я использую, обязательно напишите об этом в комментариях. Неоновым розовым лачком продолжаю заполнять весь рисунок. Действуем как в разукрашках. Далее мне потребуется сиреневый цвет. У нас сейчас очень жарко и лаки для стемпинга моментально высыхают, поэтому обязательно меняйте капли для того, чтобы они не тянули за собой рисунок. Также для техники реверса я всегда своим ученицам рекомендую использовать отдельную кисть. Ни в коем случае не ту же кисть, которую вы рисуете в вензеля или тонкие линии, используя гель-краску. Для реверса мы используем только лаки, которые сохнут на воздухе. И очищаем эту кисть только с помощью жидкости для снятия лака. А жидкость для снятия лака портит ворс, неважно натуральные кисточки или искусственные. Поэтому обязательно используйте для реверса отдельную кисть, потому что ваша дорогая тонкая кисть для гель-красок и венделей быстро испортится. А для реверса это неважно. Далее заполняю разными цветами зелени фон в виде листочков и дожидаюсь полного высыхания. И только после полного высыхания я могу переводить на ноготь. Прежде чем отпечатать рисунок, обязательно хорошенечко прицельтесь, чтобы полностью вся площадь ногтя была в дизайне. Поэтому очень важно для реверса использовать прозрачные штампы. После перевода прорежьте рисунок по контуру ногтя так, чтобы полностью он его огибал. Для следующего рисунка я вначале использую голографический цвет лака. Он полупрозрачный, но будет создавать как раз эффект тени. Пока он сохнет, я заполняю все сегменты, где находится как раз у нас чаша кокоса. Для этого использую лачок от Dance Legend. Перехожу к белому цвету и им полностью заполняю всю внутреннюю часть кокоса. Далее использую неоновый цвет лака для стемпинга, чтобы заполнить элементы на фоне в форме листочков. Чтобы фон не был плоским, добавляю темно-зеленый лак от Dance Legend. После полного высыхания краски отпечатываю рисунок на ноготь. Использую пушер с наконечником топорик и прорываю рисунок. Можно использовать для этого любой инструмент, который вам удобен, например, апельсиновая палочка. Для следующего дизайна мне потребуется темно-зеленый цвет. Им я заполняю все полоски арбузиков, а поверх уже наношу неоново-зеленый. Далее беру белый цвет для стемпинга, который имеет эффект такой полупрозрачности, не супер плотный, для того, чтобы он слегка просвечивал. И уже нами знакомый неоновый розовый я использую для заполнения мякоти и сочности арбуза. Чтобы краска перевелась и рисунок не смазался, она должна полностью высохнуть на штампе. И только потом мы отпечатываем на ноготок. Лишние элементы я либо просто полностью убираю, либо прорываю, чтобы они сформировали изгиб ногтя. Для мизинчика и большого пальца использую гель-лак неоново-розовый от Mystic в тоне Blondie. Перекрываю стемпинг, когда он уже полностью высох, базой, а потом слоем топа. Дополняю большой палец стразами и наслаждаюсь результатом. Спасибо за лайк и подписку. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Всем пока-пока.